Здравствуйте, товарищи! Начинаем занятие по конфликтологии. Политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Так, у нас вы присутствуетесь, вы еще, да? Все есть? Остальные вольнослушатели? Ну, поздравляю вас с тем, что вы заканчиваете магистратуру в этом году и получаете право, которое нам раньше давали по окончании вуза, специалитет, право поступать в аспирантуру, ибо бахалавриат, бакалавры, с красивым таким названием, лавры, они этого права не имеют. И, следовательно, для вас открыты не только разные дороги, но и дороги в науку, так сказать, на то, чтобы защищать кандидатскую диссертацию. Ну вот отсюда и требования к курсам, которые читаются здесь. Вот здесь курсы читаются проблемные, ну и вопросы ставятся по-крупному. Тема сегодняшней лекции, я сейчас объявлю ее, а перед этим скажу, что в следующий раз я принесу диски для того, чтобы вы могли себе переписать, и там будет программа этого курса, и вы сможете, так сказать, получить вопросы экзаменационные, и у нас будет экзамен по окончании этого курса. Когда это будет экзамен, это выяснится, по крайней мере, в конце октября, а не раньше. Вот, а тема сегодняшней лекции – политическое содержание пенсионного конфликта. Политическое содержание пенсионного конфликта. Конфликт налицо. Почему конфликт налицо? Потому что руководство государства повышает пенсионный возраст, возраст выхода на пенсию, независимо от того, или совершенно однозначно осознавая, что более 85% граждан выступают против этого. Значит, ни о какой дискуссии речи тут не идет. Значит, речь идет не о дискуссии, а о том, чтобы силу аргументов заменить аргументами силы. Ну, а силу, для того, чтобы ее смягчить, можно еще добавить аргументы. В чем смысл выступления президента, дескать? Вот немножко какие-то поправки. Не на 7 лет женщину будет увеличен возраст выхода на пенсию, а всего на 5. Итого, дескать, у нас и мужчина, и женщина равны. Мы каждому прибавим по 5 лет, а точнее не прибываем, а отнимем всю пенсию за это время. Плюс все льготы, которые имеют пенсионеры. А у них имеют льготы какие? Транспорт фактически бесплатный, потому что выделяется на карточку. Но это немало. Сегодня вы знаете сами, что получить карточку – это немало льгота. Это льготный 10-процентный проезд в летнее время на электричках и другие всякие льготы. Их тоже лишаются на целых 5 лет значительное количество наших граждан. И при этом, я думаю, что все понимают, что такое государство. Государство – это орудие силы. И все понимают, что такое закон. Закон – это означает не то, что мы вам предлагаем, а вы можете делать, можете не делать. А вас никто и не спрашивает, потому что если принимается закон, а он уже в первом чтении принят, а дальше остается только кое-что уточнить. И вот в порядке уточнений президент вносит свои поправки. И другие, имеющие право законодательные инициативы субъекта – это и правительство, это члены Государственной Думы, члены СССР, Верховный суд, арбитражный, арбитражный уже нет, Конституционный суд – вот все они могут внести свои поправки. И все. Потому что проект один выделен, примет, другого нет. Ну и изначально был один, а второго не было, и никто не предлагал. Ну и теперь третье чтение. А третье чтение – это смотрят, нет ли где ошибок, таких безграмотностей, которые бывают, проскакивают. И все. И дальше закон подписывается президентом, и президент такой закон подпишет, потому что он его, этот закон, и в данном случае проводит. Такой способ провести закон, как сначала предложить значительные ухудшения, а потом немножко ослабить, это принято в практике любой политической, это обычное дело. А почему можно говорить о политическом содержании? Вот для этого нам надо разобраться с тем, что такое политика. Несмотря на широкое распространение этого понятия, оно не усвоено, или его научное содержание не усвоено, и это по понятным причинам. Чаще всего, или вот такие широкоупотребительные понятия, с ними люди знакомятся с детства. И поскольку они всем известны, то кто же будет задумываться над тем, что и так известно. И поэтому многие люди доходят с детскими представлениями об этих понятиях до глубоких сидин. Вот если я поставлю вопрос, а что такое политика? Что всплывается, так сказать, у рядового, обывателя? А магистры – это не обыватели, мы должны тут, так сказать, оторваться от этой среды, пойти дальше. Что всплывается? Во-первых, говорят, политика – грязное дело. Это так? Известно, какая политика? Бывает, политика прогрессивная, она не грязная. А если политика, значит, сводится к тому, чтобы ухудшить положение народа, тогда она грязная. А грязная она становится, а не просто плохой. Тогда, когда еще ее прикрывают чем-то светлым, хорошим, добрым. Вот тогда она грязная. Это политика. Ну а что такое политика? Вот еще можно найти высказывания, например, у Ленина, что политика – это концентрированное поражение экономики. И как нам быть тогда с этим? Взять экономику, сконцентрировать ее, и получим политику. Как это понять? Как понимать, что такое? То есть это не определение политики. Это высказывание о политике, осуждение о политике. Да, осуждение – правильно, да, конечно, политика, концентрированное поражение. А как это выражение получается-то? И вообще, что это такое? Можно ли говорить о политике всегда, или это понятие связано с существованием классов? Была ли политика в первобытной общинном коммунизме? Когда вы приходите, говорите, у нас такая будет сегодня политика, вырвем большую яму, туда забьем большой кол и будем гнать мамонта. А это прикроем все. Если он упадет, то дальше наша политика будет состоять в том, чтобы куски от него отрезать и жарить. Почему нет? Почему нет? Потому что слово для этого не нужно. Тут слово «политика» сорняк. Потому что тут его выбросили, и все останется так же. Поймаем, пойдем, забьем, отловим мамонта и будем его есть. Вот и все. Никакой политики тут нет. И наоборот, представьте себе полный коммунизм. Классов нет. Будет политика? Нет. Отсюда и политические партии. Не будет политических партий. А политические партии – это что такое? Что такое политическая партия? Агридация – это выражает. Если вы не пропагандисты. Только выражает. То есть это тогда пропагандисты. Проводят. Еще и проводят, да. То есть это авангард класса. У нас вот студенты шуточную задачу такую решали – придумать такие вопросы. Знаете, как сейчас опрашивают? Выбирай. Это, это. Партия – это авангард класса, аригард класса, андеграунд класса. Выбирай. Ну, партия политическая – это авангард класса. Что значит авангард? Будет идет впереди. Кто впереди идет? Потому что их толкает в спину, или это те идущие впереди, которые действительно, а, выражают интересы класса, и, б, организовывают класс для борьбы за эти интересы. Поэтому, если мы вот это все возьмем, то политическая партия решает какую задачу? Познать интересы класса, прежде чем их выразить, надо еще познать. Внести сознание этих интересов в класс, два. И три – организовать класс для борьбы за свои интересы. Вот это задача политической партии. Ну, как она политическая партия? А что ж такое политика? У разных партий, у представителей разных классов разные, соответственно, задачи. И они вступают в борьбу. И как называется эта борьба? Классовой борьбой. Вот в этой классовой борьбе каждый класс отстаивает свои интересы. И вот чтобы их отстаивать, он и делает вот это, о чем мы сейчас говорили. Как я буду отстаивать интересы, если их не познал? Познает свои интересы. Здравствуйте. Дальше он. Дальше он вносит сознание этих интересов в класс. Два. И третье. Он организовывает класс для борьбы за свои интересы. Поэтому, когда иногда говорят, что партия – это часть класса, исходя из филологических соображений, партия – это паат, то это неправильно. Потому что, если вы возьмете часть рабочего класса, какую бы часть его ни взяли, партия его не получите. Почему? Там не хватает носителей знания. Поэтому в каждой партии, какая бы эта партия ни была, буржуазная, мелкобуржуазная, рабочая, всегда есть в авангарде люди, которые относятся к слову интеллигенции. И они являются носителями знания и обеспечивают соединение теории с практикой. В частности, можно определить, скажем, партию рабочего класса как соединение научного социализма с рабочим движением. Ну, соответственно, если партия буржуазная, то есть буржуазная теория о том, что должна делать буржуазия, и как она должна осчастливать общество и себя, в первую очередь, дорогого. И это сознание этого вносится в класс. Вот, например, одно из этих элементов этой политики состоит в том, чтобы или этого внесения в сознание, это выяснение заболевания. Почему у вас так мало денег? Почему у вас так мало денег? Потому что вы неуспешный. А почему у меня так много денег? Потому что я успешный. Вы не крутой, а я крутой. И, так сказать, у нас вроде как возможности одинаковые, просто вы поздно начали бежать, медленно бежали, а я быстро начал и быстро бежал, и вот прибежал. И у меня теперь есть и корабль, и подводная лодка, и яхты, и острова. У вас нет. У вас вот бумажка, и вы можете, и даже веера не можете купить на своей стипендию. Сразу видно. Темнота и беднота. И что такое тогда политика? А политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот это надо записать. Политика – это классовая борьба зазовоевание, удержание и осуществление государственной власти. То есть это понятие двустороннее. Вся борьба заключена и одного класса, и второго противоположного. Но позиции в этой борьбе у класса правящего и класса подчиненного разные, скажем, подчиненного класса, нужно все эти три задачи решать. Во-первых, завоевать власть себе. Во-вторых, использовать ее для осуществления интересов. Ну и удерживать. Это важная задача удержать. Причем очень актуальна. В Советском Союзе рабочий класс имел власть? Имел. Удержал? Нет. А вы думаете, так вот формулировали, что он должен удерживать? Нет. Наоборот, скажем, выступая на 22-м съезде, Никита Хрущев, первый секретарь СК КПСС, говорил, что социализм в СССР победил полностью и окончательно. Мы с вами, товарищи, если я повторю такой же опыт здесь, скажу, мы с вами, товарищи магистры, изучили весь наш курс уже полностью и окончательно. И он никогда не выветрится из нашей головы. Поэтому идите, спите спокойно, и экзамен не надо сдавать. И рабочий класс экзамены не сдал. И у него власть отобрали. То есть пока люди понимали, что это, чтобы удержать власть, нужна постоянная борьба. И что это борьба классовая. И что социализм не означает прекращение классовой борьбы, потому что классы ещё не уничтожены. И для того, чтобы это увидеть, нужно... Это не так просто. Ведь для этого надо увидеть противоположности. А рабочий класс и крестьянство – не противоположности. Нет антагонистических классов в условиях социализма. И рабочий класс и интеллигенция – не противоположности. А вот вопрос о том, чьи интересы взять за приоритет, раз интересы различные, различаются. Если взять за приоритет интересы рабочего класса, то улучшение положения рабочего класса ведёт к улучшению положения и крестьянства, и интеллигенции. Ну, немыслимо представить себе, что вот рабочий класс лучше свою жизнь, а учителя будут бедные. Медицина будет в таком же состоянии, как сейчас. Искусство будет пропадать, и наука, и культура, и книг не будет. И образование будет. Ну, урезали до четырёх лет. Потом вот некоторые вот здесь, раз, два, три, четыре, пробились, до магистратуры дошли. Надо ещё какой-то этап сделать. Ещё не всё закончилось. Не все варианты там продумываются. Ещё будут. Ну, дальше-то естественный путь уже в аспирантуру. Это чтобы туда попасть. Между прочим, нужно себя кормить это всё время. Или родители должны кормить. Вы уж понимаете, что чем больше растягивается эта дорога, тем меньше дойдёт до её зияющих вершин. А там кандидатские. А когда вы дойдёте до защиты докторской, то в отличие от того, что было в свободное время, вот я защищался в мрачные годы тоталитаризма и культа личности. Нет, культа личности уже не было. Но мрачные были годы. То есть я написал докторскую диссертацию, монографию опубликовал и пошёл на защиту. А теперь, вот я консультировал своего товарища, который защищал докторскую по политэкономии. А теперь надо 15 ваковских статей. Вот я уже профессор с 95-го года, доктор наук с 89-го года. У меня только 9 ваковских статей. А надо 15 новому человеку, который вот молодой человек, решил написать докторскую, допустим, он кандидат. А как это делается? Ну я знаю, как я вам расскажу. Пойдёте, вот такой журнал скажут, мне нужна статья в вашем ваковском журнале. Сколько это будет стоить? Он скажет, 8 тысяч. А теперь приходишь в другой журнал. Мне нужна в вашем журнале статья. Он говорит, нет вопросов. Сколько это будет стоить? 8 тысяч. 8 на 15? 120 тысяч. Все защиты раньше были бесплатные, естественно. И аспирантура, естественно, бесплатная. Теперь я себе аспирантура бесплатная и платная. И раньше можно было принять в аспирантуру человека, который не обязательно здесь учился. Сейчас большие сложности и так далее. Короче говоря, деньги вошли в то пространство, в котором они, вообще говоря, являются чуждыми элементами, потому что это пространство науки, пространство знаний. Тем не менее, возвращаясь к тому, о чём я говорил, это один из элементов обеспечения власти класса. Какой класс, такая и система. Значит, рабочий класс заинтересован в том, чтобы развивать все остальные слои класса. А если мы установим не приоритет интересов рабочего класса, а приоритет интересов крестьянства, может быть так получиться, что крестьяне будут зажиточной жизнью жить, а рабочая интеллигенция в городах будет прозябать. Если мы поставим в углу только интересы и интеллигенции, у нас рухнет производство, и кончится это дело тем, что нечем будет кормить интеллигенцию, и не во что будет её одевать. Поэтому надо понимать, что единственный вариант, который обеспечивает прочность вообще общественного строя, который называется социализм, это диктатура пролетариата, то есть руководящая роль рабочего класса. И если за это классовая борьба не ведётся, социализм разрушается. И разрушается, соответственно, и страна. Поэтому, когда вам рассказывают, что развалился Советский Союз, это как-то смешно. Он не разводился, его уничтожали изнутри и извне. И уничтожение это было довольно длительным, потому что строительство социализма заняло с 1917 по 1936 год. Сколько? С 1917 по 1936. 17 лет, да? Всего лишь 17 лет. А уничтожение? С 1961-го, когда была принята программа, из которой выброшено ядро марксизма, и ядро коммунизма, учение о диктатуре пролетариата, это разрушение длилось 30 лет. С 1961 по 1991 год. Я как раз пришёлся, как молодой человек в 1961 году, 16-летний, пришёлся как раз на этот период. И я эти сказки на правоулучшение социализма, его превращение его в общество с таким красивым лицом, я это слушал в это время, и только не очень скоро понял, что вот эти сказки, которые рассказывал Хрущёв, они полностью противоположны научению о социализме, о коммунизме. А если Сталин, когда Рождеон Совет не дал, хочу в руки все орудия, чтобы разломаться. Не дал. Бывают ошибки, а бывают умышленные действия. Вот если вы сейчас вот меня выбросите в окно, вас очень сильно будут судить. Возможно, даже на пожизненно. А если я выпаду случайно, как бы вы так организовываете, что я случайно раз, поглядел туда и упал. Это называется по неосторожности, пять лет. Большая разница. В политике это тоже, а политика включает в себя, конечно, и юриспруденцию, поскольку речь идёт о чём? О классовой борьбе за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Поэтому осуществляется государственная власть с помощью применения закона, с помощью государства, с помощью силы государства. Для чего борются за государство? Не для того, чтобы лучше убеждаться, а лучше принуждать. Всякое государство – это принуждение. Поэтому, если какие-то инструменты здесь выпадают из этого государства, оно ослабляется. Ослабляется или по причинам идейным, или по причинам таким, что не разобрались, не обратили внимания, не осуществили и так далее. Итак, политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. При этом у противоположных классов две разные задачи. У того класса, который имеет власть, ему, собственно говоря, две задачи надо решать – удержание и осуществление. Он удерживает государственную власть, это не так сложно. Проводит регулярно выборы, бросает туда на это деньги, оплачивает те партии, которые его поддерживают. Как оплачивается у нас партия? Очень просто. За 152 рубля за голос, поданный за эту партию. Если за вашу партию миллион человек проголосовало, 152 миллиона в партийную кассу. Но за кого больше всего проголосовало? За Единой Россией. Вот Единая Россия и получает. По закону, который является всеобщим, он никого не исключает. Но если вы парламентская партия, а если у вас вы в парламент не попали, вам ни копейки не дадут. И, соответственно, попадание вашего в парламент, оно под большой угрозой. Вот такая картина. Ну, а та партия, которая, или тот класс, который не завоевал еще государственную власть, у него три проблемы, три задачи. Завоевать государственную власть, потом сохранять, удерживать государственную власть и использовать для осуществления своих интересов. Причем не так надо понимать, что государственная власть это какая-то такая машина, которую один берет, потом другой в нее садится. Так не получается. Это в свое время было доказано Марксом, Энгельсом и Ленином, что рабочий класс должен разбить старую государственную машину, он не может ее пустить в ход для своих целей. И это, так сказать, такими страшными словами у Маркса Энгельса было разрисовано. Разбить, разломать, разгромить эту государственную машину. А когда большевики создали советское государство, то советское государство это новое государство, оно создается как бы рядом с тем, которое есть. Оно не является перехваченным у буржуазии. Буржуазное государство рассыпается. Почему рассыпается? Потому что советское государство на службу себе поставило лучшие элементы из старого государства. Оно ее не просто разбило, оно просто вынуло из него наиболее выгодные и наиболее хорошие звенья. Всем известно, что в Красной Армии воевали военспецы. По книгам, которые даже не только поисторическим можете взять книгу Бушкова «Красный монарх». Бушков это известный писатель, историк, фантаст, набрал, наверное, очень много денег и потом решил использовать для написания книги про Сталина. Сталин он считает красным монархом. Он не считает его коммунистом, и вот он там разбирает всякие сказки про то, что он там агент царской охранки. Смеется на тему о том, что, чтобы его никак не распознали, как, скажем, Антонов Авсеенко говорил, что агент царской охранки Сталин. Он говорит, для этого он участвовал в гражданской войне, попадал в ссылку, в тюрьму, убегал оттуда. Потом он участвовал в создании революции. Он провел съезд, на котором выступил с докладом оборуженном восстании. Потом он входил в военно-революционный центр про восстание. Потом он участвовал в создании социализма, индустриализации, коллективизации. Потом он занимался обороной страны, был председателем Совнаркома в войну, министром обороны, председателем Государственного комитета обороны. Он занимался восстановлением народного хозяйства, потом занимался вместе с Бери ядерной программой, с созданием ракетно-ядерного щита, которым сейчас пользуется Россия. Но Антонов Авсеенко все равно его раскусил, и никакие эти дела никак не могли доказать, что он не агент царской охранки, поскольку так думает и Антонов Авсеенко. Я этого Антонова Авсеенко видел лично у нас в Доме Политпросвещения и слышал. Он говорит, мой метод особый. У меня факты, аргументы, анекдоты, сплетни. Так что вот вам так сказать. Вот методология такая. Так вот, если мы это называем политикой, политика это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти, то вот сейчас мы такой важный можно сказать этап классовой борьбы наблюдаем в условиях современной буржуазной России. У нас кто, какой класс привлазит? Буржуазия. Буржуазия как властвует? Ну слабо. В каком смысле слабо? Вот она не может заставить членов своего класса платить пенсионные отчисления. За треть пенсионеров работодатели не платят свои налоги. Во-вторых, она не может никак сделать, чтобы уплата налогов не была бы регрессивной, потому что отчисления пенсионные идут так, если 90 тысяч в месяц, то до 90 тысяч в месяц, 22 процента, а если более, то есть 100 и более, то 10 процентов отчисления. То есть чем больше люди имеют денег, тем меньше с них берутся. У нас такая же система была и в отношении доходов от имущества. Вот главное богатство у нас не те, которые отражаются в декларациях о доходах. В декларациях о доходах отражается всякая ерунда. Есть ли у человека участок, есть ли у человека квартирка, машина, и есть ли у него доход в этом году. И очень маленький получается доход там Владимир Владимирович 7,5 миллионов и так далее. Главное богатство капиталистического общества в чем состоит? В капитале. А капитал это фабрики и заводы. А сколько у человека фабрик и заводов и во сколько миллиардов долларов они оцениваются, это ни в каких декларациях не показано. Это не секрет. Есть журнал Forbes, есть другие источники, можно узнать сколько у человека какой доход. Но когда идет речь о декларации доходов, формально тоже получается правильно, поскольку переходящие на госслужбу и становящиеся чиновником граждане, они не могут заниматься коммерческой деятельностью. Это значит я вам завод в 2 миллиарда отдал в доверительное управление, пока я буду губернатором области. А когда я закончу через 8 лет, вы мне, я вам заплачу конечно, вы все будете отчислять все время каждый год, в соответствии с нашей договоренности. А когда я уже закончу, у меня уже будет там не 8 миллиардов, а 15 или 20 миллиардов. И между прочим, я имею возможность вам помогать. будучи чиновником государственным. Ну не так, чтобы прямо деньги давать. Нет, не будет. Ну просто заказы вы будете получать на очень равных со всеми началах. Ну просто вы более равные среди равных и все. И мы это прекрасно знаем, как бывает. Ну вот не получается у нынешнего государства заставить своих участников этого государства по существу правящий класс заставить платить по крайней мере нормальное отчисление. Не удается этому государству заставить буржуазию оформлять на работу как положено. У нас многие люди как работают? Без оформления. Это что значит без оформления? Это значит неясное дело их как бы нет. Им дают какие-то деньги в конвертах, а никакие отчисления государства не идут за этих работников. Не от этих работников, не от работодателей. И это очень удобно и хорошо. Если у вас травмы и вы больше работать не можете, что нужно делать? Вас очень аккуратно, нежно нести за ворота и положить. Все. В этом смысле феодализм конечно мрачный стронть, потому что если я помещик и у меня есть 200 крепостных, вы представляете если их вымрет половина когда голод, а что тогда я буду есть? Как будет с обеспечением помещичьего хозяйства, как будет сборщины дела? Поэтому я не дам вымерить такому количеству людей. Я обязательно открою амбары и дам в долг конечно это зерно своим крестьянам. А потом они отработают с лихвой, когда будет урожайный год. А сейчас какая мне разница умерли не умерли если я капиталист умерли значит другие придут. Здесь же все свободны сейчас все свободны но придут газарбайтеры их вообще за людей не считают они их можно и вообще не оформлять сколько они тут работают часов никто не интересуется ну сколько вы думаете говорят вот авария на маршрутке ну так они работают по 12 по 15 и по 16 часов как не быть тут аварии куда угодно въедут на что угодно наедут но это касается и водителей большегрузных машин которые если уж с ними встретишься то это навсегда без воспоминаний не удается класса буржуазии российской создать план на тот сектор который является общим на общак свой капиталистический у нас сколько процентов ВВП вырабатывается в государственном секторе у нас вырабатывается 70 процентов ВВП то есть наше производство российское буржуазное производство очень сильно централизовано формально формально это все государственные предприятия формально а реально а реально каждое предприятие делает то что оно хочет берет средства где хочет продает кому хочет ну естественно оно может оформить свою прибавочную стоимость в виде зарплаты скажем зарплаты в виде 30 миллионов в месяц ясно что это не зарплата это прибавка вот нам один из кандидатов от КПРФ только что раз доказывал что у него такая зарплата 24 миллиона вот совершенно понятно что он во-первых не платит дивиденды другим своим он ему говорил давайте дивиденды будем не платить а будем просто повышать зарплату а кому кто решает как повышать ну у кого больше доля тот и определяет тот и определяет что вот повысить этому 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 остальным нет и тем самым появляется очень много счетов за границей и золото никак от него не мог освободиться все выборные компании только делал что закрывал счет за счетом и ездил туда кандидатов в коммунистической партии Российской Федерации и коммунистическая партия вот она политическая партия спрашивает от какого класса она партия если она выдвигает миллионеров и защищает миллионеров а вот какого она класса ну вот я думал раньше что она рабочего класса но сомневался потому что у него там в программе написано у них на каждом харфе написано народовластье а это хрущевщина никакого народовластья не бывает бывает один класс бывает другой не бывает государства народного если оно народное оно уже не государство говорил Энгельс а если оно государство тогда оно не народное оно какого-то класса поэтому люди не выучили самые азы марксизма и поэтому рассуждать о каком-то народном государстве да еще вешать шарфы себе на шею это позорится перед народом Ну вот они так и позорятся. Но они же за трудящихся, за народ, за народ, за рабочих, за рабочих. И за мелкий бизнес. А мелкий бизнес, он что, может не стремиться, что ли, превратиться в настоящий бизнес? Вы сказали, только вот ни в коем случае, бизнес, но только не надо расти. Ну что это такое? То есть всякий мелкий буржуа хочет стать настоящим буржуа. Для него идеал крепкий хозяин, то есть капиталист. Поэтому КПРФ это вот такой вариант мелкобуржуазной партии по своему содержанию. А названия какие хотите. Вот название, например, вот у большевиков было очень плохое название, пустое какое-то, некрасивое, РСДРПБ. Ну что это такое? Немузыкальное, ничего. А вот социалисты-революционеры, знаете как красивые? Социалисты-революционеры. И потом они более революционные. Они все время кого-нибудь убивали, каких-нибудь царей, вельмож и так далее. Настоящий революционер. А это какие-то такие сидят, читают, капитал Маркса. Потом раз какие-то советы создали и власть взяли. Ну вообще-то ничего не потратили, никаких сил, никого не. Говорят, вот они развязали гражданскую войну. Если я взял власть, как вы думаете? Я заинтересован развязывать гражданскую войну? Представьте, если я власть, вы нет. Сейчас, кстати, так и есть пока. Пока вы у меня студент, а я еще экзамен у вас не принимал. Вот сейчас я заинтересован в гражданской войне? Нет. А кто заинтересован? Ну кто потерял власть? Ну поэтому, понятно, потеряли помещики-капиталисты, они развязали гражданскую войну. В Германии в 18-м году какая за работе глаз партия появилась? Точно Арбатия Партай. Ну и что? Почти рабочая. Название, да. Красиво называется. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Красиво же. Ну а это что? ВКПД. Вот. Так что название в политике ничего не значит. Абсолютно. Вот справедливая Россия. Это что справедливая? Она уже справедливая, что ли? Или хотят, чтобы она была справедливой? А вот Ленин говорил, что справедливость и равенство. Первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливое. Потому что вот по труду распределяется, а один больной, другой здоровый. Получает по труду на равных основаниях. У одного много детей, у другого мало. Поэтому справедливости и равенство не дает. А у нас справедливая Россия уже есть. Идите туда, и вы уже в справедливой России. Хорошо? Я, кстати, пытался как-нибудь достать программу справедливой России. Они очень здорово работают. Они миллионным тиражом проект программы выпускают при выборной, и все. А программы самой не выпускают. Но люди не читают, проект это или программа сама. Кстати, кто-нибудь видел программу «Единая Россия»? Неизвестно. То есть вообще я знаю, что когда регистрируется партия политическая, то обязательно она пишет программу где-нибудь в несколько страничек для публикации в российской газете. Поэтому вообще по подшипкам российских газет можно найти. Но никогда не ссылаются на эту программу и ей не руководствуют. Это неважно для программы. Ну вот если мы применим это понимание того, что такое политика, а именно классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти, то вот, скажем, нынешняя пенсионная реформа, которая затрагивает огромную массу людей, почти всех граждан России, она является актом политическим. Каким? Это спор, это дискуссия между рабочим классом и между трудящимися и буржуазией. Никакая дискуссия? Никакой дискуссии нет. Что такое закон? Закон – это не дискуссия. Закон – это воля правящего класса, как вообще право. Это возведенный в закон воля господствующего класса, и это такая норма, которая защищается силой государства. То есть вам сразу говорят, будете против, сейчас выступайте, как хотите, говорите, что хотите. Вон, идите на митинг, вам разрешат, особенно подальше от центра, и выступайте, как хотите. Но закон уже в первом чтении принят, президент уже сказал, что я и не могу его поменять, он и не может его поменять. Вот я могу смягчить, что могу, то я поправки, а они поправки могут и не принять. Но примут, потому что это же представители одного и того же класса. Если этот класс играет в футбол с другим классом, то если один мяч переходит от одного игрока к другому, это вовсе не значит, что они не забьют гол. Они уже определили, куда они гол забивают, уже известна оценка этого гола. А в чем оценка состоит? Очень простая оценка. Берем пять лет, на которые дополнительно будут трудящиеся работать до пенсии. Всем известно, что если трудящиеся в состоянии работать, особенно там в горячих, во вредных цехах, у нас 40% вредного производства, пожалуйста, работайте, никто их не выгоняет. Их не выгоняют, потому что они и так вымирают. Поэтому там выгонять не надо, там места все время освобождаются. Так вот, процент умерших до выхода на пенсию, если сейчас по отношению к женщинам это 10%, то после этих замечательных преобразований, которые придумал господствующий класс, будет 20%. А у мужчин, если их сейчас 20% умирать, будет 40% умирать. Если сейчас у нас смертность превышает рождаемость, когда делается реформа, когда смертность превышает рождаемость, никак не может выйти руководитель государства и сказать, у нас вот пока я руководитель, у нас рождаемость превысила смерть. Нет, у нас механический прирост. Тот прирост, который маленький есть, это за счет того, что приезжают или русские из других стран, или нерусские, которые становятся гражданами. Да, из Киргизии очень много приезжают, там русский язык изучается шире, чем киргизский. Они приезжают сюда работать там негде, приезжают сюда, здесь устраиваются, работают, женятся. Дети вообще становятся русскими. Понятное дело, они идут в русский детский сад, в русскую школу, они будут русскими киргизского происхождения. И так далее. И у нас, так сказать, какой-то приростик есть, небольшой, маленький. С Украины много людей приехало, естественно, в связи с событиями на Украине. И так далее. А что касается рождаемости, и каждый раз говорят, мы, наверное, продлим материнский капитал. А что, раньше, а потом в будущем не надо будет помогать матерям? Это только на время. Причем этот материнский капитал, так называется, красиво. Но он никогда в руках у матерей не бывает. Потому что, если материнский капитал вам бы раз, и на счет перевели вот такую-то сумму. И, пожалуйста, вот вы родили двоих детей, и у вас теперь, вы проблему будете решать. Как вы считаете нужным? Это же материнский же капитал. Кто должен решать, если это материнский капитал? Мать. А тут кто решает? Нет. Уже все решено. Во-первых, этот капитал лежит в банке. А когда он лежит, он стоил, он делает. Этот капитал дается в кредит. И этот кредит приносит доход кому? Матери или банку? Банку. Это раз. Во-вторых, он в такой сумме, что если вы имеете 90% от стоимости жилья, которое вы хотите приобрести для себя и для своих детей, то вам еще 10% придет из материнского капитала. То есть из банка. Те деньги, которые просто, так сказать, как написано, что это материнские, они к вам придут. 10%. А если вы не можете построить жилье, у вас нет 90%, вам они придут. Дальше вам говорят, ваши дети, которых у вас еще нет в природе, ваши дети зато будут учиться в платных вузах, можно заплатить. А кто будет платить? Банк. То есть вам все равно деньги не дают. Но банк заплатит. Заплатит, если вы будете в платный вуз. Если вы бесплатный, ну так они, эти денежки там и остались. Короче говоря, это, конечно, не материнский капитал. Но это говорит об отношении к этому делу. Значит, каждый капиталист у себя имеет план своего производства. Почему? Потому что каждое капиталистическое предприятие основано на кооперации. Если кто изучал историю капитализма, политэкономию, экономику, он знает, что начинается капитализм с чего? С простой кооперации. То есть разделение труда. Вот простая кооперация состоит в том, что мы вот рядом все в одном помещении находимся, и каждый делает табуретку. А потом появляется кооперация, основанная на разделении труда. Это уже не все мы делаем табуретку, а мы все вместе делаем табуретку, но каждый делает, вот я только ножку правую, а ты вы левую, а вы делаете крышку, а вы красите, а вы склеиваете, а вы потом зачищаете и так далее. То есть, а кооперация, основанная на разделении труда, как называется? Мануфактура. А мануфактура, которая основывается уже на машинном производстве, называется фабрика. Вот мы сейчас смотрим в развитии. Фабрика. То есть фабрика – это планомерная форма производства. Планомерная. А если у вас уже не одна фабрика, а несколько фабрик, это как называется? А? Монополия это называется. Я вас побил в конкурентной борьбе и захватил вашу фабрику. И сразу план сделал на все. То есть, что такое империализм? Монополистический капитализм. Превращение капитализма в планомерную форму его. Оно не совершается за эпоху капитализма. То есть, это движение в планомерную форму превращения есть. Но можете вы назвать хоть одну фирму, компанию, которая не составила план. Зато вот у нас есть государственный сектор, в котором никакого плана нет. Это очень удобно для растаскивания бюджетных денег. Потому что вам программу, вам программу, вы с этой программы кормитесь, вы с этой, вы с этой, а я с этой. Потом он начинает сказать, денег нет. И выходит, Дмитрий Анатольевич говорит, нет денег. А потом начинает следственный комитет искать, частично находит. Частично. Ну, откуда тогда берутся такие полковники Захарченко, у которых 8 миллиардов наличными лежало в мешках? Или там губернатор тоже, Хорошавин, у которого миллиард по 800 миллионов. Нашли. Куда они берутся? И нам рассказывают, что денег нет. Ну, раз этот класс, значит, есть, конечно, выход какой. Выход очень простой. Может посмотреть на опыт других стран. Каких? Капиталистических, конечно. Чего мы будем брать опыт Китая? У Китая там социалистическое государство. А общество пока не социалистическое, общество переходное. Посмотреть на опыт других государств, и увидеть, а как они получают деньги. А у них, у всех, что есть? У них есть прогрессивное налогобложение. Вот Владимир Владимирович обратился в своем телеобращении к этому прогрессивному налогобложению, удивительнейшим образом взяв, говорит, давайте возьмем к примеру 20, что 20% самых, что налогом 20% будут облагаться самые богатые. Где такой он взял пример? Меня интересует. Где такой взял пример? Таких стран очень мало. Вот я вам зачитаю. Это очень просто сделать. Вы берете и берете максимальную ставку налога подоходного в разных странах. И выяснится, что в Швеции 56,9 получили миллиард. Будьте добры, 431 миллион получите вы, а 56,9 живет государство. Португалия 56,5, Дания 55, Бельгия 53,7, Испания 52, Нидерланды 52, Финляндия 51. Никто из них не плачет, что у них не хватает денег на пенсионные нужды. Но я это все мелкие государства. Я беру крупные. Франция 50,3, 50,3, половину половины дохода забирают. У тех большие доходы. Это много или мало. И что дальше? Какова судьба этого? Есть вот знаете шахматисты хорошие и плохие. Чем они отличаются? Они что, не знают правила игры? И те знают, и эти знают. Только одни думают на один шаг, а другие на два, три и так далее. И больше шагов продумывают. Поэтому если человек продумывает на два шага, он понимает. Там же представители буржуазных партий такой налог увели. Это буржуазия же такой налог вводила. И почему это буржуазия обеспечивает нужды государства? Своего класса прежде всего, правящего. А это вот вынуждено в конфликт вступать со своими трудящимися без нужды. Без нужды. Как? Что дальше будет? Вот сегодня собрали вы доход там 50% во Франции. А потом что начинается? А потом они попали в бюджет. А потом в бюджете программа развития Франции. Ну и кто деньги получит на реализацию этой программы? Кому заказы дадут? Тем, бедным или богатым капиталистам. Естественно, самым крупным. Вот кто больше заплатит, тот получит гораздо больше заказ и, соответственно, доход его от того, что он заплатил и получил, в итоге получится гораздо больше, чем у других. их. Поэтому никто там не ропит и не стонет и говорит, а как мы много, потому что это только депардия. Поскольку он ничего не понимает в политэкономии, ну ему и не надо понимать. Он же певец. Зачем им этот артист. А у кого 20-то? Ну вот и в Германии 47,5, Астрия 50, Ирландия 48, Великобритания 45. Ну как-то человек должен немножко озираться, если вот занимается международной политикой озираться по сторонам и смотреть. Не просто смотреть и встречаться, руки пожимать, а смотреть, что там в экономике. Ну нигде такого нет. Ну хорошо, США давайте возьмем злодеи, но они злодеи-то сильные или слабые? Ну как слабые, сильные злодеи как живут? Как они-то с подоходным налогом решают? Ну 33 процента. Вот у них 33 процента подоходный налог, а ставка, ключевая ставка по кредитам 1,7. И вдруг Владимир Владимирович где-то достал 20. Ну это в Грузии 20. Грузии. Ну что в Грузии-то ровняетесь? А у России сколько? Сколько ставка у нас? 13. И плоская. Нигде это позорище, чтобы была плоская ставка у нас. И где нет? Ну это понятно. Это все весь этот вообще эти слезы и разговоры про отсутствие денег. Они связаны с тем, что государство не централизует буржуазное и в интересах общего класса буржуазии не действует. А просто здесь настолько сильные центробежные тенденции среди наших капиталистов, что они никак не могут собрать хотя бы свой общак. Это же общак. Не могут собрать. А почему? А они потому что вышли не из инженеров, не из конструкторов, не из ученых, а из кого? Из каких-то подпольных жуликов, из каких-то людей, которые спекулировали. То есть ничего не создавали, ничего не умели делать. И сейчас ничего не умеют делать. Поэтому время от времени они раз создадут, вот сегодня я только что прочитал в российской газете, еще один банкир собрал 8,5 миллиардов и укатил за границу. Его тут же арестовали. Это очно. Ходите вас казнят за очно. Допустим, за очно это пожалуйста. Чего страшного в этом? За очно они. Ну вот получается так, что буржуазия с одной стороны должна решать эту проблему пенсионную, потому что она не хочет постоянного возмущения народа и она же понимает, что главные избиратели это кто? Это пенсионеры. Но пенсионеры приходят, а молодежь не приходит к урнам. Поэтому все время они были вот особенно меня поражали премии тем пенсионерам, которые работали в советское время. Им давали премии, а те, кто работал в буржуравное время не давали. Думаю, как же так? Это же ваши. Нет. А вот эти будут голосовать. Их надо уговорить. Этих бабушек, их дедушек, что пусть они придут проголосовать за Единую Россию. И все было вроде хорошо. Все испортили. То есть надо сказать, что вот это шаг с пенсионной такой реформой. Он, во-первых, безграмотный экономический, и, во-вторых, он не выигрышный для бургазии. Значит, отсюда что следует, что противоположный класс. Растут послания, дискуссия, а просто действия уже, причем с навязыванием своей воли, силой. что он будет делать противоположный класс. Что он может делать? Я сейчас говорю о законных ходах. Потому что можно ведь народ довести до такой ситуации, когда уже не о законных вещах. Кто будет виноват в этом? Я, например, считаю, что у нас товарищ Медведев создает революционную ситуацию. И если она будет, то ему, наверное, прямо знаков повесят за создание революционной ситуации в России. А товарищу Путину за смягчение, за торможение создания революционной ситуации в России можно дать другое противоположное уже от Буржазии. Что будет происходить? Значит, поскольку вопрос решен в увеличении пенсионного возраста, значит, весь вопрос теперь упирается в то, а сколько часов работы за время жизни трудовой. За время трудовой жизни. Сейчас российские рабочие вырабатывают больше часов, чем французские и немецкие за весь будет срок. У них срок больше, а работают меньше. то есть, меньше работать, больше отдыхают. Такое неплохо так работает. Давайте меньше работать, будем отдыхать. Будем на работу выходить в Париж, отпуск будет больше и работать будем поменьше. Да, так вот, да, так вот получается, что по цифрам, что российский работник работает больше, чем французский и германский. Решили мы вырваться на этом направлении вперед, чтобы у нас было 82 тысячи часов, а не 72, как у французов или немцев. И что тогда будет делать рабочий класс? Рабочий класс имеет право. У нас какое производство? Оно основано не на принудительном труде. Вот в Конституции записано право на забастовку. Это что значит? Это значит, что вы не можете меня заставить работать. Но если я на Барще не нахожусь, то если я крепостной, то если я не буду работать столько, сколько мне с карт, меня можно сечь плесьми. Это в законе записано. Правильно? Вчерашний день в Сесу в Шестон зашел я на Сеную, там били женщину кнутом, крестьянку молодой, не красава. Еще по закону. Ну, видите, он специально привез, сам-то он не бился. Есть специальная такая услуга, тут на Сеной, все хорошо, культурно. А здесь в условиях капитализма это непринудительный труд. Раз непринудительный, не обязаны рабочие работать при любых условиях. Но это зависит от того, смогут ли они организоваться. Кто сможет организоваться? Если рабочие сорганизуются и в соответствии с законом организуют забастовку за такие скромные и вполне объективно приемлемые цели, как А. Совершенствованно научно-технического прогресса, перевооружение завода, оборудование завода новой техникой, сменой оборудования. Нормальные требования? Нормальные. Но если буржуазии не делают, рабочий класс может это потребовать. Раз, первое требование. Второе требование. Повышение реального содержания заработной платы. У нас идет сплошное снижение. Все время идет рост инфляции и уже зарплата прошлого года составила 92,5% 2013 года. А доходы граждан 90,5% от уровня 2013 года. Ну вот поскольку дело идет так, но у нас в Трудовом кодексе записано в двух статьях, в одной статье, которая называется о государственных гарантиях повышения уровня реального заработной платы. Это 130-я статья, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания заработной платы. Правда, чем гарантирует не написано? Наверное, борьбой рабочих, потому что ничего другого нет, никаких рычагов, а написано, что просто государство гарантирует повышение уровня реального содержания. Вот если вы будете бороться за повышение, выставите такие мы с вами. Но если вы не добились, так вы не добились. Что-то жаловать. Не надо жаловаться, боритесь лучше. Мы вам дали право бороться. Боритесь, не боритесь как хотите. Вторая статья, 134-я повышение уровня реального содержания зарплаты. Короче говоря, ваши требования не только справедливо, но и законно. Другое дело, если процент нам не указан повышение, может быть, 0,1 десятитысячная процента, тогда этого вы не заметите этого повышения. Но это вы сами устанавливаете, вам право дано. В коллективном договоре может быть лучше, не может быть хуже, чем в законе. Положение работников в коллективном договоре может быть лучше, но не может быть хуже. Поэтому ставьте какое надо вам и боритесь опять. Чем вы можете бороться? Бастовка. Вам разрешается ведение коллективных перегоров? Разрешается. Что написано в трудовом подвесе? Что вам дается, пусть не говорят, что в рождее такая-секая плата, до 30 дней оплачивает по-среднему тем, кто участвует в переговорах от имени коллектива. Вот вы слесарь Иванов, понимаешь, он не ходит и на работу, а то пойдет сидеть и со мной спорить. Но закон обязан. Я вынужден вам платить по-среднему. Ничего не поделаешь. Или начинается уже коллективный трудовой спор. Уже выставлены требования и начинается работа примирительной комиссии гражданам, которые участвуют в примирительной комиссии, то есть члены коллектива, которые выделены для участия в примирительных процедурах, тоже до 30 дней месяц будут платить по-среднему за то, что они будут бороться с администрацией за увеличение реально зарплаты. Да, да, тут платят полностью. Нет, другие в это время не будут отставать. Идут еще пока переговоры и примирительные процедуры. Вот я присутствовал на переговорах в Порту, так ехидно говорит первый заместитель генерального директора, говорит, ну а у вас руки-то не забыли, как водить автопогрузчика? Нет, говорит, не забыли. Как только мы свои требования добьемся, так я сяду и буду так же ездить хорошо. То есть это тоже выделено. рабочий класс это может делать, но поставлены всякие препятствия, не страшные препятствия, но которые связаны с повышением квалификации, участия в государственном управлении. Что нужно? Нужно знать закон, нужно знать трудовой кодекс, нужно соблюдать весь этот порядок. Можно, конечно, ничего не соблюдать. Есть такой способ проводить забастовки, как если есть дружные коллективы, которые раз и все остановили работу. Скажите, а в чем дело? А не в чем? Так а что вытребовать? А ничего? А что сделаешь? Ну все остановили дружно. Один говорит, а у нас забастовка. Так она запрещена. Не знаю, запретить может только суд. Тогда что должен сделать работодатель? Подать в суд. Ну так надо документы подобрать, написать, против кого и так далее, кого судить, кого вы будете судить. Нет инициаторов никаких. Короче говоря, подал в суд. Суд принял решение, что признать забастовку незаконной. Когда должны прекратить трудящиеся забастовку согласно закону? Товарищи юристы, когда? Когда им будет вручено, придет судебный приступ, исполнитель, и вручит решение. Кому? Органу возглавляющему. И вот я судебный приступ, исполнитель, пришел с бумагой о запрещении вашей забастовки. Так, вы не знаете, где у вас этот забастовочный комитет треклятый? У вас нет. Нет. У вас нет, на его нет? А говорят, где у вас кочегарка? Продите вот там. Вы не знаете, где у кочегарка? А чего вы ничего не знаете? Ладно, у меня 6 часов уже, все, мне надо идти домой. Я же судебный приступ, меня это не касается дела. У меня есть свои зарплаты и свои работы. Вот 6 часов я пошел домой, завтра приду. То есть есть такая форма. Она вся, тут все незаконно и в то же время вы обязаны прекратить и на следующий день явиться на работу после вручения. Кому вручать? Кому вручать? Стихийный, внутри стихийный. Но это, так сказать, такая форма, которая слаба еще дает обучение, больше психологическое. А хорошая форма, это значит, надо всю процедуру пройти. А процедура предполагает, что у вас будет примирительная комиссия, вы с умным видом будете едеть, уговаривать работодателя. Уговорите вы его, нет? Примирительные процедуры начинаются тогда, когда уже примириться невозможно. Поэтому это проходит 5 дней, вы закончили эту неделю и ждет не дождется работодатель, когда вы все пройдете, чтобы вам больше не платить вот этим участникам. Он еще на них смотрит, они сидят и все, деньги я им плачу за то, чтобы они тут сидели и против меня выступали. Вот вы против меня выступаете, я вам деньги плачу. И вы хотите, чтобы я согласился, пошел на ваши деньги. Следующая стадия примирительных процедур это приглашение посредников. Никакого посредника не бывает, мы об этом поговорим отдельно. Потом трудового арбитража его тоже не бывает, одни бумажки. И наконец вы вышли снова на такой рубеж, когда нужно собрать конференцию и принять решение о чем? О забастовке. Самое главное, люди, которые плохо это знают, они говорят, будем бастовать 27-го. Вот они пробастовали 27-го и 28-го не пришли на работу. Раз, их всех уволили. За что? Прогул. Поэтому надо красиво написать забастовка бессрочная. Начнется в 6-0-0 утра 27-го. Бессрочная. А что нас бессрочная? Это значит, только когда подпишутся соглашение, тогда я остановлю. А в какой форме? Ну, бессрочная вы живет, бессрочная, если не будете зарплату получать, вы долго не протянете. Я вот поэтому соглашаюсь. Пускай бастует. Ладно, пускай он. Пускай бастует. Посмотрим, как он еще будет стройней. И семья будет все стройной, и дети будут стройны. А он придумал эту забастовку? Какую? Что он будет из 8 часов в 6 часов работать, а 2 часа? Это ваше же дело. Это называется неполная забастовка. Забастовка это полное или частичное прекращение работы с целью достижения заявленных требований. Я не обязан, вы не обязаны бастовать, как дураки, какие-то бастуют, вы начинаете бастовать с утра до вечера. Зачем это надо вам? Вы пришли, поработали 6 часов. Дальше собираете проследование собрания, забастовочный комитет, решайте еще, что вы будете делать и так далее. А если, так сказать, работодатель очень скоро поймет, что к нему начнут плохо относиться, зачем связываться с тем предприятием, у которого забастовка? И генеральный директор очень скоро поймет, что ему вот хозяин, он не нужен такой генеральный директор, который не нашел общего языка с коллективом. Поэтому он в подвесе. Это очень быстро. Потом придут работники ФСБ, будут спрашивать, кто тут у вас приседали с очком? Вы, председатель с очкома, вы планируете директора не пускать или не планируете? А вы говорите, нет, мы планируем пускать. И так далее. А теперь, а кто отвечает во время забастовки за имущество работодателя и работников? Забастовочный комитет. Забастовочный комитет. Так что, дружина будет делать забастовочный комитет? Ну вы отвечаете за порядок. Оружие только не надо брать пока. Идите без оружия всякие. Изучайте джиу-джитсу, ци-до, аки-до. Вы же 6 часов работаете, 2 часа в спортзал. Порядок чтобы был. Мало ли что сейчас. Что-нибудь своруют, а потом на вас же и свалят, уголовное дело. Нет, это не надо. Порядок. Поэтому не рекомендуется уходить в предприятие. Вы уж 6 часов работаете, дальше занятия. Кто капитал читает, кто в профсобрании проводит, кто в джиу-джитсу занимается. Все предели. А зарплата? Ну изделийщики они же, они просто им теперь не 8 часов надо стоять, а 6. Они дотянут свою зарплату почти до того же уровня. А у повременщиков вместе с коллегами появится возможность имея свободное время договориться, как дожать своего работодателя, чтобы он платил сколько надо. Потому что через некоторое время выгодатель поймет, что у него другого выхода-то нету. У вас же бессрочные. Вот докеры делали такую бессрочную забастовку, а целое лето так хорошо им было. То они перерабатывали сверхурочно, в субботы и выходные. Норма процента на 168%. Тут стоит товарищ Тимофей в ходу говорит, ты что пришел к полу-восьмого? Я во сколько начал? Восемь? Ну к восемь и приходи. Чего ты пришел к полу-восьмого? Никаких ранних приходов, никаких поздних уходов, никаких сверхурочных, никаких работ выходные дни. Это вообще святое дело. Вас никто не может заставить сверхурочного. Никто. Если вдруг предприятие все прекратит сверхурочные работы, а ведь для чего нужно эти сверхурочные работы, работодатель? А чтобы не принимать на работу других. А еще для того, чтобы вас уволить, потому что вот он сверхурочный будет работать, он и он. И вот достаточно, чтобы вас одного уволить. Поэтому вот эта игра в сверхурочной работы, в которых участвуют члены рабочего класса, это против рабочего класса и против его интереса. Короче говоря, не только буржуазии у нас свои интересы не умеют защищать, рабочий класс тем более не умеет свои интересы защищать. Вот они встретились. И получается вот такая каша. выступают и кричат, что мы против. Вот если я против того, чтобы идти вот туда, куда я пойду? Можете сказать? Абсолютно невозможно. Нет, я куда-то могу пойти, но вот скажем, у меня туда 15 градусов северо-восточная и что? Куда я пойду? Это я туда, против того, чтобы туда идти. А я 14 или 13 или 17 возьму. Сколько существует направлений, которые не совпадают с тем, против которого я выступаю? Бесконечно много. Поэтому, когда люди против чего-то возражают и ходят с этим флагом и там на митинге доставляли, они вообще не позитивные люди, они ничего не требуют. Поэтому, скажем, если говорить о советах и рекомендациях, скажем, если я бы буржуазии советовало бы создать план повысить темпы роста и увеличить свою прибыль, тем самым прибыль ты вырастет у нее, то рабочему классу я бы посоветовал вот по этой линии вести свою борьбу в виде сокращения рабочего времени. И будете вы, как вы, и меньше работать, больше жить. И ничего плохого не будет, даже удлинений этого самого возраста, выхода на пенсию. Если вы добьете, если вы не добьетесь, ну, а кто будет за вас добиваться? Это же свободное общество. Вы свободны. Из них не смогли добиться, ну, и свободны. В том числе и от жизни, если вы не смогли себя заработать на жизнь. Потому что вам государство обеспечивает, один год вам пособие будет по безработице, а через год вас забудет. А в это время будете ходить, вам будут говорить, что у вас там примут, там, куда не придете, там, значит, писали одно, придешь нам разговаривать, а там уже другое. Плохие очень условия, и так ничего не получишь. А когда вас снимут с удовольствием через год, вас просто забудут. Почему? А потому что уже год вас, так сказать, вы не так и не смогли, вы никому не нужны. А безработица кто устроил? Если бы я был капиталистом, я бы устроил безработицу. Зачем? Вот он будет требовать зарплату. А тут вот этот стоит за ним, этот стоит за ним, и вот этот стоит за ним. Это же хорошо. Резервная армия труда. Будете кочевряжиться? Так, вот, выход, и все. Поэтому во всех капиталистических странах есть безработица. Вы что думаете, буржавея дура? Она не может посчитать, сколько работников, сколько рабочих мест. Да может она посчитать. Она считает, если вот столько рабочих мест, значит, работников надо взять меньше, чтобы была безработица. Тогда вот если за вами стоит три-четыре человека, очень хорошо, вы будете сговорчивы. А если за вами никого не стоит, вы монополист. Начинайте кочевряжиться. Такое я не буду делать за такую цену, за такую зарплату и так далее. То есть каждый класс, каждый класс вот в этих событиях, поскольку это содержание, в этой реформе такое, крупное содержание и крупное политэкономическое, экономическое, он тут решает, как бороться за свои интересы. Буржуазия свой выбор сделала, рабочий класс, как всегда, не очень организован, и он этот выбор, ему трудно сделать, и он не умеет. У нас, надо сказать, рабочий класс врачей, который гигантские делал забастовки до 1917 года, в советское время, и это делать разучился. Почему? А не было такой острой необходимости. Из этого не следует, что не было забастовок. Если вы наберете в компьютере забастовки в СССР, вы найдете литературу, электронную или печатную, где были забастовки, но они широкими нервами. Почему? Потому что они, естественно, не запрещались. Потому что, ну как можно запрещать забастовки? Нельзя же заставлять рабочих работать при любых условиях. Поэтому не могло быть запрета на забастовки. И вот, Ленина спрашивали, а вот забастовки он говорит, значит, мы, наверное, не то делаем, надо исправить. Или мы делаем то так, не объяснили, идите, объясните, что вы делаете правильно. И все. То есть никто не думал. И наоборот, нужно оставить их индикатор от того, что да, да, и сами, само появление закона о забастовках, оно датировано как раз таким временем, когда уже был Ельцин, когда уже все разлагалось, разрушалось. И понятно, что даже здесь, вот в этом, если вы возьмете трудовой коробок, и будете его читать, там нигде не говорится о конфликтах. Первый закон, который назывался о забастовках, он назывался закон о порядке разрешения коллективных трудовых споров в скобках конфликтов. Это при Ельцине. Потом нет, это при Горбачеве. Это при Горбачеве. А при Ельцине уже вышел в закон. И вот теперь именно такой же текст у нас есть в Трудовом кодексе, что у нас идет разрешение коллективных трудовых споров. У нас просто буржуазия и рабочий класс сидят и спорят. Но не конфликтует между собой, то есть не заменяют силу аргументов аргументами силы, а только вот между собой ведут какой-то спор. А спорить можно бесконечно и оставаться другим. Да, парламент от слова парле, говорить по-французски, поговорили. Поэтому парламент можно заустроить на всех уровнях. Вот такая картина вырисовывается, если рассматривать тот конфликт, который есть. А есть из этого конфликта какой-то разумный выход, разумный вырисовывается. есть. Потому что уже за это время понятно, что экономическая мысль работает, поэтому нужно сделать те вещи, которые назрели. Что назрело? Первое назрело составление программы социально-экономического развития страны лет на 20. Кто должен эту программу составлять? Эту программу должна составлять Академия наук. Надо ей поставить крупную задачу вместо того, чтобы отнимать институты. Есть люди, есть ученые, есть хозяйственники крупные, а участвовать в этом деле должно и правительство, и Дума, и соответствующие институты. Вот надо составить программу. Пусть она будет хуже, лучше, но лучше плохую программу, чем никакой. Нет никакой программы развития России. Вы как себе представляете автомобили едет ночью в тумане и нет он освещает путь даже на один метр. Как в том анекдоте про водителя, который вез летчика, который его покидал, когда летели они на самолете. Он говорит, ничего, сейчас поедем на моей машине. Ночь, грязь, он с такой скоростью едет, потом раз правый поворот, да еще открылся капот, ничего не видит вообще. Тот спрашивает, а как мы едем? А по прибору? Как у тебя прибор? А вот счетчик. Через столько рублей повернуть направо. У нас примерно в таком положении России. Нет никакого плана России? Никакого. А есть зато реализация послания президента. Ну вот как он реализовывает? Вот я не представляю, хоть Путина, хоть Сталина. Вот Сталин выступил с речью. Давайте реализуем речь Сталина. Какая-то глупость? Ну как можно речь реализовывать? Давайте я вот вам лекцию читаю, а вы реализовываете. Как вы можете реализовывать? Вы какие-то идеи можете из этой речи. Но речь как таковую реализовывать? Я и так ее реализовал сам. Вот все думаете, я не умею говорить, реализовываю. Нет никакого плана. Хорошо. Программы нету. Значит программа может построена быть так. Вот так предполагается развитие России. Потом на 70% которые государственные можно составить государственный план. На сколько? Хотите на 5 лет? Ну можно составить. В Китае составляют, там же нет социализма еще, там переходный период. Есть государственные предприятия, есть частные предприятия. Но вы на государственной секции можете составить? Там 13-й пятилетний план сейчас выполняется. Ну составьте на 5 лет, не смешите в людей. В Корее Южной 5-6 пятилетних планов составлено. Правда двух президентов посадили за плохую работу. надо составить план. А чем плох план для руководства? А тем чтобы вот пальцем показывать это у вас не выполняется, это не выполняется. надо работать тогда, не встречаться, ни руки пожимать, ни улыбки делать, надо выполнять. Как сидеть и работать? Большая работа. Тогда Россия будет вперед. Дальше после плана что нужно делать? Мы уже говорили, амортизацию раз, но не такая, которая за 100 лет вы будете менять. У нас 170 триллионов стоимости активных производственных фондов, следовательно десятая часть ежегодно, которая заменяется, это надо оставлять на счетах, а никуда не отправлять, ни в какую прибыль не перекачивать, амортизацию в объеме 17 триллионов. И цифры такие не слышите, нам рассказывают, мы миллиард туда направили, мы миллиард туда, да это кот наплатил миллиард в масштабах России, 17 триллионов только на амортизацию, и не из прибыли, а это прибыль закачали то, что относится к существованию и воспроизводству главных средств производства, без которых вообще нет никакой экономики. Дальше вы капиталисты, капиталисты, ну так накапливайте капитал-то, а как накапливают капитал? 80% на накопление в государственном секторе, ну 60% в частном. Государственное тоже частное, но это общая собственность класса капиталистов, что же вы не накапливаете-то капитал? Вы слышали, что построен завод? Я знаю один завод, я там даже на экскурсии был, который построил мой товарищ, бывший первый проректор нашего университета, доктор экономических наук-долгов, профессор. А так, нету заводов-то, нету, ничего не строится. Мы, говорит, вам построим 25 миллионов рабочих мест. Вы что их так, где вы в парке разместите? Азил закроем, на котором было 200 тысяч человек. И другие предприятия позакрываем. В Светлане было 40 тысяч человек, сейчас 3,5. На Кировской заводе 35, сейчас 7,5. И так далее. Проезжайте, так сказать, по Выборгскому району, где русский дизель? Ку-ку. Нету русского дизеля. Где Карла Маркса завод? Нету. Карла Маркса. Северная Заря где? Северная еще есть. А Красная Заря? Нету Красной Зари. И так далее. Конфетная фабрика Азарт. Хватит есть конфеты. Нету такой фабрики. И так далее. Но есть эта фабрика Октябрь на Английском проспекте. Еще пока есть. У нас много еще не разрушено. Но какой-то план-то должен быть, нет плана. Дальше. Никакого плана не будет для частных индивидуальных капиталистов. Ну, заказы-то им дайте. Они что, отказываются? Не отказываются? А как Вы можете дать заказы, если у Вас нет никакого видения развития экономики? Дальше. Вы установите, для того, чтобы это все делать, нужно финансировать, софинансировать, установить. нормальную. Ну, как у Франции, Германии. Ну, сейчас в чем будет равняться с Америкой, у нее в два раза больше населения? Ну, возьмите теперь Францию или Германию. Вот у них 50-47. Ну, и Великобритания, вы все время с ней полемизируете. 45 процентов. Вот установите 45 процентов и гладко двигаетесь до 12 процентов. А за минимальный зарплату ноль. Налог. Установите, получите эти деньги. Второе. Кредиты надо открыть этот Центробанк, выгнать этого Набиулина, лучше ее посадить в тюрьму или отправить ее за границу, как раньше. Посадить на пароход. Вот был философский пароход, а сделать финансовый пароход. Посадить туда Силуаново, Этого самого Набиулина, пусть едут, плывут, тихо, спокойно. Деньги им дать на дорогу, как раньше. Давали деньги, мы приедем, я думаю, бутерброды, колбаски нарежем, пусть едут. И сделаем ставку 0,25 процента. И будут люди получать деньги, и будут строить заводы, и будут эти деньги потом возвращать прибылью государству. Будет хорошо. Государство-то, оно же не от процентов живет, оно живет от того, что вот будет построен завод, завод будет давать продукцию, продукцию выдавать прибыль, будут доходы, будут работники, будут у них доходы, и будут за них отчислять, и пойдут деньги в бюджет. Если просто повысить зарплату, это известно, просто зарплату повысить, люди пойдут покупать, сметут с полок то, что там лежит, значит, появится необходимость нового предложения, и экономика заработает. Ну, вообще, таким же на нуле стоим, не видно, что ли. Вот во всем обращении президента видно, что сам президент не верит в то, что наша экономика может подняться. Но это неправильно. Вот я, конечно, не считаю, что социалистическая экономика более прогрессивна, но я вовсе не считаю, что на таком жалком виде надо развивать капиталистическую экономику. Ну, другие-то экономики не такие жалкие, но американские же развиваются, немецкая развивается, французская развивается, южнокорейская развивается. Ну, что вы не делаете то, что... Ну, посмотрите, что делают люди. Это же я не предлагаю соци... Тут что-нибудь из того, что я говорил, что-нибудь социалистическое есть? Ничего. Это все меры. Все меры капиталистические, в частности, и по отношению к рабочему классу. Вы что, бастовать будете представить? А зачем вы в план все-таки заложите это повышение своего реального содержания? А сейчас-то у вас этого ничего нет, идите, бастуйте. Но если вы живете при капитализме, так и действуйте, как надо действовать при капитализме. Если у вас политический подход, вот у нас сейчас лекция посвящена политическому содержанию этих всех конфликтов. Так политическое содержание в чем состоит? А в том, что класс должен бороться за свои интересы, но по-умному бороться. И если будет и буржуазия бороться за свои рабочие, они найдут, между прочим, точки соприкосновения. Скажем, от технического прогресса выигрывают все. Вот если растет производительность труда, тех, кто повышает при этом заработную плату, больше, чем она сейчас есть, но меньшим темпом, чем растет производительность труда. Что происходит с себестоимостью продукции? Она уменьшается, и прибыль растет. Вы хотите получать большую прибыль? Увеличивайте зарплату, а производительность труда быстрее, чем увеличивается зарплата. И все, и вы будете иметь постоянный рост прибыли. Я вот разговаривал с одним из генеральных директоров парков, он вполне это понимает. Что тут непонятного? Что тут неясного? Но если вы не занимаетесь производительностью труда, то это вот главное, что все должен делать производственник. Тогда это пустые разговоры. Говорят, у нас будет цифровая экономика. Как и будет, цифры нули. Ноль темпы роста экономики. А для этого у нас будет информационная система. И будем звонить Пася этим смартфонам. Ну как, ваш завод еще не уничтожен? Нет, еще не уничтожен. Но скоро уничтожен? Да, скоро уничтожен. Вам позвонят, а у вас к? А у нас тоже разруха. И будем переписывать. Если у нас будут одни дворники метлой работать, это надо много выцелительных машин, чтобы все эти сосчитать. Если бы на машинах едете все убирать, есть же машины, которые все убирают, все делают. Но это другой разговор. Один человек будет ослуживать там несколько дворов. Не надо будет названивать по телефону. Это не информационная экономика. Или я был оппонентом тут у одного товарища из политеха, по докторской диссертации. Он там хорошая такая диссертация, но написал, что у нас мы вступили в постиндустриальное общество. Я ему дал положительный отзыв и еще написал, что с одним положением, что у нас постиндустриальное общество, не могу согласиться, потому что еще не вся промышленность разрушена в России. Не вся. Но она не пост, она еще индустриальная. И вот такой детский сад. То есть надо сказать, что вот у нас наша молодая буржуазия не видит свои интересы и не понимает, потому что она не хочет политически ставить вопрос. Вот думать, махинировать, комбинировать, дурачить. Ну невозможно. Известно, что вот можно дурачить долгое время, можно дурачить очень многих, но всегда и всех дурачить невозможно. Поэтому вот, ну где-то вот есть некоторые пределы, и вот в данный момент уже люди, ну перестанут слушать эти глупости. Но телевизор будет все равно вещать свое, это понятно. Но у нас, слава богу, у нас есть наука, и, так сказать, у нас есть образование, и не все решает телевизор. Потому что так можно угробить страну с таким подходом. У нас раз уникальная ситуация, у нас капитализм вышел, мы связали с отношением и реакцией, поэтому буржуазия есть. Мы гордимся, мы гордимся этим, что мы дважды при капитализме. У нас второе пришествие капитализма. У нас есть шанс, что у нас будет второе пришествие социализма, еще больше будете гордиться. И так далее. То есть Россия с мухами решает свои проблемы. Вот такие тут получаются обстоятельства. Какие есть ко мне вопросы по этой теме или возражения? Протесты? Пока нет. Каждый свой. Каждый свои должен интересовать защищать. Это совершенно ясно. Это классная борьба. Ну вот представляете, я вот буду уговаривать буржуазию не реализовывать ее интересы. Это смешно. Она будет, у нее есть интерес, вот она будет развивать производство, будет у нее большой рост прибыли. Не будет развивать производство, не будет делать амортизацию, не будет делать эти меры, о которых я говорил. Эти меры в первую очередь дадут богатство кому? Буржуазии. То, что я вот здесь называл, это меры, которые увеличат богатство капиталистического класса. Почему? Потому что экономика у нас буржуазная. При этом вырастет и заработная плата. Это плохо, что ли? И от того, что рабочий день уменьшится, от этого, что проиграет буржуазия, она когда-нибудь проигрывала от уменьшения рабочего времени. Давайте возьмем исторический экскурс, сделаем. Ну от того, что перешли от 11,5 часов рабочего дня к 8-часовому, что хуже стало капиталистам? Нет, нормальное пошло производство. Потому что рабочий должен, как сейчас говорят, цифровая экономика. У нас чуть ли не такая техника, современная супер. Так вы должны иметь грамотного рабочего, отдохнувшего, толкового, умного. И он вам сделает в 10 раз больше, чем тот человек, который забит, затюкан, и который не знает, как доползти до постели своей. Это у нас буржуазия не понимает, потому что, как вы правильно понимаете, она из подпольщиков пришла. Буржуазия не только наша. Я вот когда читал «Капитал», удивлялся. Чего так Маркс ругается на буржуазии? Он говорит, что тупые эти идеологи буржуазии, тупые. Думаю, почему они тупые? Ну почему они тупые? Разные люди бывают. Они тупые не в смысле индивидуальном, они тупые в социальном. Потому что у него вот сейчас вот прибыль, да, ему и все. И он не хочет думать об общих интересах других капиталистов. Вот в чем его беда. То есть собственность разделяет, труд объединяет. Вот скажем, рабочий класс может думать об общих, но плохо думает, он тоже думает, как бы мне вырваться из этой нищеты. И у него такая же тенденция, это у отдельных рабочих вырваться из нищеты. И вот я буду, стану богатый и буду на вас смотреть, что там ходит шантропа такая там в черном внизу и так далее. То есть разве нет таких настроений? Есть такие-то настроения. Поэтому беды тоже общие, можно сказать. Так сказать, что у рабочих, что у рабочих, и там нет такого единства, и у рабочих нет такого единства. Рабочих думает, как бы мне вот сейчас... И он думает, что он спасется с хорошими работами, а он зарабатывает себе на лекарства. И это уже всем это совершенно ясно и известно. Поэтому у нас столько много аптек. Вы посмотрите, сколько много. Это так что, заботятся что ли о нашей? Но если вам нужно что-нибудь найти, лекарства какое-нибудь, вы будете бегать по всем этим аптекам, их там нет. Никакого обязательного ассортимента нет. То, что это бизнес-учреждение. Потому что у нас на первом месте наркотики по доходности, а во-вторых, фармацевтика. Поэтому эти все аптеки, они расплодились, потому что... И пусть еще хуже будет за здоровьем, тем богаче будут эти самые фармацевты. А 40 миллионов доз, которые когда грипп прививаются. Вот грипп, как известно, имеет штаммы. И вы привили там против свиного гриппа, а пришел гонконгский. И все эти деньги, думаете, зря? Не зря. 40 миллионов доз получили те, которые получили этот госзаказ. Они получили денежки за эти 40 миллионов доз. И каждый раз... Это вот если от кори вас привили, вы кори не заболеете. Здесь прибыли не будет. Надо от гриппа прививать. Поэтому каждый год все время можно прививать. Лучше еще и собак и кошек прививать. Тогда будет больше этих доз. И больше из бюджета можно откачать. Вот такая штука. Ну, я думаю, что мы сейчас эти все вещи не предрешаем. Я хочу сказать, что вот сам по себе политический подход, то есть подход с учетом ко всем проблемам, которые берутся экономическими, с учетом интересов того класса, который эти проблемы решает, а они затрагивают сразу два класса, он позволяет, так сказать, видеть некоторую перспективу. Причем в том числе и общую перспективу. И для того, и для другого класса сразу. Еще есть вопросы? Нету. В следующий раз я вам принесу диски с программой. И мы продолжим более систематично. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok